Когда шло какое-то обсуждение каким-то животрепещущим вопросом, безусловно, возникал вопрос, чье слово там весомее, важнее, более, так сказать, аргументированнее и так далее. И уже, наверное, в те далекие времена стал зарождаться вот этот парадокс и противоречие между тем, что, безусловно, для развития такого человеческого сообщества необходима свобода публичного высказывания или выражения своего мнения, дискуссии. А с другой стороны, всегда наблюдается стремление как-то эту дискуссию и эту свободу ограничить в силу каких-то необходимостей, которые иногда бывают обусловлены обстоятельствами жизненными или природными или еще какими-то. А иногда просто являются выражением стремления какой-то группы людей властвовать и подавлять, допустим, настроение, мнение и какие-то попытки высказаться, в большей части, так сказать, сообщества для того, чтобы сохранить свое властное положение до бесконечности, сделать его не отменяем. Вообще, свобода слова, конечно, это возможность публичного, в прямой или опосредованной, через электронные или печатные средства, носители, высказывания информации той или иной. И это возможность открыто и без угроз со стороны высказывать свое мнение, суждение, которое основано на собственном опыте и знаниях о событиях и явлениях окружающей жизни. И свое понимание причины следствий, которые приводят к каким-то результатам, итогам, могут быть они и положительными, и отрицательными, но для того, чтобы как-то в этом разбираться, безусловно, необходима вот такая дискуссия. И свобода слова, как явление, от такого иллюзорного мечтания или пожелания каких-то философов и мыслителей до нормы закона в сегодняшнем мире. И от иллюзорного пожелания и мечты до реальности, пусть эта реальность, она как бы во многом сегодня, я бы так сказал, имитационная. Ну, по крайней мере, и это хорошо, потому что, как бы, вот оно отражено, по крайней мере, во многих законах и документах. А прошло вот это понятие, очень большой путь исторический. И тут можно процитировать текст библейский, который не совсем он, как бы, в Библии особняком как-то стоит. Это книга Экклезиаста, где в восьмой главе говорится примерно следующее. Кто подобен мудрецу, кто знает толкование слова мудрость человека, просветлит его лик и переменится дерзость его лика. По мере приказа царя соблюдай, но только ради клятвы перед Богом, не спеши от него идти, при деле злом не присутствуй, ибо царское слово властное, кто ему скажет, что творишь ты. Соблюдающий заповедь злого дела не узнает, а срок и приговор узнает сердце мудреца, ибо каждой вещи есть свой срок и приговор, ибо зло на совершившего тяжко ляжет, ибо никто не знает о том, что будет, ибо кто расскажет человеку о том, что будет. Нет человека властного над ветром, удержать умеющего ветер, и над смертным часом нет власти, и нет отпуска на войне, и не выручит ни чести, ни чести. Ну, там много еще чего есть, но как-то это так вот такая ремарка, относящаяся к тому, что автор Экклесиаста, хотя это было написано больше двух тысяч с половиной лет тому назад, и времена были достаточно жесткие тогда, мы понимаем, что демократии только зарождались в таком и хеллинском варианте на территории Древней Греции, и даже еще и как бы и Рима не было как такового, а во всем остальном мире это достаточно были такие деспотические времена, и царское слово властное, и кто ему скажет, что творишь. Вот здесь уже, уже вот мы видим уже какой-то вот потих такой, о том, что кто-то должен царю сказать, что творишь. И дальше уже это обоснование, почему, что вот нет человековластного над ветром, и царская власть тоже она как-то конечна, и есть что-то высшее, и нечесть, и нечеститься не выручить, будем там царь, не царь, неважно. Поэтому вот эта книга часто не попадала в библию. Вот есть пример исторический, когда Евангелия издавались, какие-то книги Ветхого Завета издавались в одном, так сказать, сборники, которые называются Библия, а вот Экклезиас не попадал. И далеко ходить не надо, во времена Александра Сергеевича Пушкина при Николае Первом официально было запрещено распространение этого текста на территории Российской Европы. Другой крен появился уже после революции, когда уже евангелические издания запрещались, а издания Ветхого Завета наоборот, приветствовались как исторический материал, как кладезь мудрости и так далее, и так далее. Вот тогда Экклезиаст как раз и попал к широкому читателю в переводе, я уже не помню, ну, известный академик уровня Дмитрия Сергеевича Лихачева. При том, что это тоже происходило при определенном, так сказать, направленном взгляде власти, той власти, которая тогда была. Ну, вот такие парадоксы. И, собственно, уже сама формулировка «свобода слова» или «свобода самовыражения» она начинает потихоньку складываться в период ремиссации европейского, появляются авторы, которые уже не связаны с религиозной тематикой, уже такая светская литература начинает развиваться, и публицистика, и дискуссии, потому что на протяжении тысячелетий вся монополия на высказывание, на публичную дискуссию принадлежала служителям культа. Особенно это четко проявлялось и выстраивалось в древнем Египте, где, кроме как вот этой касты грехов, при культовых сооружениях и храмах, никто не имел право вообще даже что-то сказать вслух на улице. Дома там и то. Могут соседи услышать, перепискать, что-то там против параона или против верховного жреца сказал. И все, тут же это на корм крокодилов. Поэтому как-то, видимо, какая-то память, память историческая или генетическая, она от этой матрицы потом тиражируется в течение веков, когда происходит, допустим, концентрация власти в силу каких-то определенных исторических обстоятельств, необходимости противостоять какому-то врагу или природным факторам, или какими-то жесткими мерами объединять общество, которое разгромлено там на разные религиозные, языческие, христианские конфессии и прочее. И вот эта вся, я бы сказал, принудительно-репрессивная деятельность в конце концов приводит к тому, что власть будет все только мы можем и будем и вообще. Но это, опять же, ситуация, когда все оказываются в тупике, потому что времена меняются, новые вызовы, новые, скажем так, напряжения. И когда нет дискуссии, нет объяснения того, что происходит, или возникает попытка как-то это законсервировать или по-страусиному спрятать голову в песок, то происходит то, что произошло в конце 80-х прошлого века с такой страной, которая называлась Союз Советских Социалистических Испуг. Длительный период был, когда все ожидали, что вот-вот-вот, вот как сейчас формулируют это как хрущевская окипель, хотя у Никита Сергеевич далеко не было сторонней там свободы слова, я бы даже сказал, напротив. Но ожидания были большие, общество как-то задышало и почувствовало себя более открытым и опять же как-то и веяние времени к тому призывали и новое поколение пришло, и в том числе и в творчестве, и в кинематографе, и во всем. Ну, вот как-то так не совпали эти настроения с устремлениями власти, а дальше уже пошла консервация всего, уже прошло пережевывание какого-то нарратива идеологического, который уже никого ни в чем не убеждал, плюс были достаточно большие какие-то темы, которых предлагалось не трогать, умолчать. Ну, о чем, конечно, там поднялись такие авторы, как Солженицын и другие, которые, ну, понятно, что необходимо было эти темы выводить, но при этом четко осмысливать для себя какие-то границы возможного для того, чтобы не становиться инструментом разрушения, потому что, конечно, ну, на мой взгляд, он абсолютно, так сказать, никому не навязывается, я не считаю, что распад Союза это было фатальное событие историческое, я уверен, что был потенциал для реформирования страны, а существование единого культурного, экономического и оборонительного пространства, оно бы, конечно, было бы только на пользу всем, при том, что, конечно, надо было развивать какие-то направления, которые, в силу того, о чем я говорил, не развивались или искусственно ограничивались. И в 17 веке сформулирована была идея, или, как можно сказать так, общественное понимание свободы слова голландским мыслителем и естественноиспытателем философом Гуга Гроцием. Он определил человеческое общество как совокупность прав и обязанностей его членов. И альтернативную предложил модель монархии абсолютно, модель республиканскую, основанную на традициях Древней Греции, Рима, периода республики, когда, значит, право законодательной власти директируется депутатам, которые избираются. Ну и для того, чтобы этот процесс был абсолютно понимаемый всеми совершеннолетними, взрослыми, ответственными людьми в обществе, необходима свобода самовыражения, обмена мнений, дискуссий. К этому времени уже произошло выступление Лютера, то есть священника, который пошел против канонов католической церкви, уже в Голландии развивался королевизм так называемый протестантский. То есть уже вот идеология монополии на дискуссию только католической церкви в Европе, она начала рушиться. И если до этого дискуссии проводились в каких-то больших соборах, на какие-то темы, которые могли кого-то из участников дискуссии привести на костерках Джордана Груно, или Яна Гуса, кстати, он дискутировал в Бенском соборе с представителями Папы. Там огромный собор, там несколько тысяч человек помещается. И вот вся эта дискуссия привела к тому, что было потом движение гуситов, долгая война там на территории Чехии, Кербании, там это отдельная история, но какие-то значит спавшиеся от преследований гуситы добрались до территории нынешней Румынии. Город Хуш это город Гус. То есть уже просто в другом произношении. А основан был именно вот этими людьми, которые тоже и за преследование, и за то, что не могли высказываться, бежали. И вот такое происходило. Знаем мы, что и в православии тоже была достаточно жесткая политика по монополизации каких-то идеологических начал, но при этом в этом феномене большом существовало много поместных церквей. Эти церкви между собой дискутировали. Там, допустим, грузинская, сербская, болгарская, московская, русская, православная. Когда происходили какие-то расколы или ереси, то собирались соборы, что-то обсуждали. Там, в общем, при том, что, конечно, тоже это была абсолютно, так сказать, организация, которая отвечала духу своего времени, но слава богу, такие дискуссии не приводили никогда к тому, что кого-то из участников сжигали на костре после этого. То есть были гонения, там, мы знаем, был авакуум, протокол, что-то, там, еще что-то, ну, какие-то свои гунилации, преследования, но вот такого, скажем, традиции такого жесткого подавления инакомыслия не было. Вот, поэтому, видимо, православной церкви во многих поместных, и вот, в том числе и румынская православная церковь поместная, удалось пройти вот этот период, когда во всем мире на фоне свободы слова начался такой очень агрессивный и богоборческий атеизм, иногда как ему придавали формальные признаки научного атеизма, но чаще всего это было просто просто какое-то вот такой такой выброс какой-то человеческой ненависти, который накапливается в обществе в силу определенных социальных неурядиц, каких-то ситуаций, когда энергия многих тысяч людей подавлена, задавлена, не дают возможности как-то себя проявить, самым такой яркий пример это период гражданской войны в Испании 35-го, по-моему, 38-го года, когда революционеры, которые пришли к власти в Испании, там разные были люди, коммунисты, анархисты, троцкисты, никого там только не было, они ввели абсолютную свободу слова, ну, просто, что хочешь, что и говори, и это закончилось тем, что там просто началась вакханалия погромов в католических монастырях, избиение и убиение священников, изнасилование монахи, там ужас какой-то творился, пока наконец там где-то центральные власти уже в ситуации гражданской войны и всего поняли, что что-то не то происходит, как-то попытались это все остановить, но остановить это уже не получилось, оно просто все само собой как-то потом, когда все напились крови, улеглось, но это вот тот пример, когда свобода слова может в силу неразвитости общественных начал привести к каким-то очень негативным результатам, кстати, об этом можно сказать и если вспомнить Кишиневский погром 1903 года, сейчас годовщина была, 120-летие много материалов на эту тему вышло, в том числе и в еврейском сообществе, но смысл в том, что подогревался погром несколькими газетами, которые издавались в Кишиневе, в том числе и некий был такой Павел Крушева, который ну вот почитать то, что он пишет, это конечно это ощущение, что вот у человека что-то не в порядке с головой, и вот он собирает все слухи, все какие-то вот какие-то ну как во всяком обществе бывает такое бытовое обсуждение каких-то ксенофобских каких-то проявлений по отношению к своим соседям, к людям другой национальности и прочее, прочее и оскорбительные какие-то ярлыки и откровенная ложь потому что все началось с того кстати вот и Дубасарам относятся здесь подросток из этого сразу раздули историю, что его тут значит Дубасарские в ней похитили и кровь все выпили и растерзали и так далее и так вот решение все это переживало что значит плюс ссылки были на то что царь батюшка наш Николай Второй ненавидит евреев и вообще если мы пойдем евреев бить то это будет дело угодное для власти и поскольку власть все это как говорится наблюдала губернатор вообще ни во что не вмешивался вообще человек далекий был от административной деятельности ему надо было досидеть чтобы идти на пенсию в результате появилось до сих пор никто не может четко сказать откуда появилась группа из 30 человек которая начала гранить и уже там как всегда бывает присоединились и причем в эти несколько дней продолжал выходить этот боевой листок Крушевана а уже когда приехал замгубернатора тоже известный человек он оставил лемуары свои и все сейчас не вспомню его фамилию он тут же ввел войска поднял полицию то есть погром очень быстро закончился вот только как говорится было применено то что должно было быть применено потом начали разбираться с этими газетами и со всем и приехали и Короленко и Толстой и Горький все высказались то есть видите с одной стороны свобода слова привела к тому что она спровоцировала людей на какие-то дикие выходки а с другой стороны после всего этого была значительная волна со стороны авторитетнейших людей культуры литературы философии о недопустимости какого в принципе по отношению неважно к евреям к черным к цыганам к кому угодно и к сожалению вот видимо тогда это были первые предвестники надвигающихся уже мировых диктатур коллизий холокоста и прочего прочего что человечество пережило в 20 веке вот это было конечно наверное самое такое суровое испытание для понимания того что все-таки и как все-таки надо определять в своих критериях когда когда мы расширяем рамки дискуссии и допускаем возможность публичного высказывания своего мнения подросток который растет в социально неподобудочной семье приходит в школу где у всех смартфоны родители привозят детей на дорогих машинах какие-то одноклассники кучкуются по признаку того что в наших семьях папы мамы и прочее мы элита а у него папа на заработках мама занята детьми и так далее и в какой-то момент ему кто-то предложит прочитать книжку Майнкап а потом скажет а вот а вот и все а когда таких становится 1,2,3,4,5,6 а дальше если в это вкладывать деньги и это тиражировать мы уже получаем инструмент воздействия на общество а если мы получаем инструмент воздействия на общество мы уже можем претендовать на политическую власть а эта претензия может реализоваться потому что если общество и та власть которая допускает что у таких мальчиков не было никаких перспектив социальных и их родители просто об их родителей вытирали ноги то тогда наступает диктатура фашистского толка и вот как сегодня мы видели здесь на выставке о том как хост-фактум этой диктатуры создаются монументы на месте сожженных книг как памятник культуры человеческой и слава богу что культура возрождается причем вот в эти капканы попадали и французские революционеры великой французской революции потому что декларация право свободы гражданина принятая 3 сентября 1791 года она первая в истории человечества закрепила свободу слова и мнений как основное основное право гражданина французской республики но дальше поскольку было давление на республику там всякие интервенции войны внутренние саботаж революции бог не знает еще что началась политика закручивания гаек и граждан начали сортировать ага на тех кто является настоящим революционером и настоящим подозрительным то прям закона подозрительных прописан потом этот закон расширили потом значит разрешили внесудебную процедуру репрессии так как все войска были заняты на фронте и репрессировать как-то некому было то нашелся доктор билет который сказал а что тут задумываться я машинку такую придумал надо только привозить чик и все хотя до этого были если почитать материалы там написанные и Димуленом и Маратом о свободе против монархии против диктатуры против всего хочется аплодировать действительно великолепно великая российская революция 17-го года после того как временное правительство не удержало власть посыпалось даже не стоит дискутировать на эту тему потому что к сожалению так и когда власть взяли революционные партии радикального толка как бы мы сейчас определили большевики анархисты эсеры то несколько месяцев тоже была абсолютная свобода слова декретом было разрешено издавать печатать пожалуйста а через несколько месяцев начался обратный процесс и буквально через год уже затрещены были все революционные издания более того уже допускались репрессии для тех кто участвовал в такого рода изданиях но при этом там были и открытое противостояние и гражданская война и мятежи и интервенция и тогда вот и начала восходить звезда Михаила Афанасьевича Булгакова как автора как публициста я читал его материал «Удвинет гражданской войны» когда он находился на стороне белых и безусловно там после этих материалов хочется идти и воевать с советской властью до победного как говорится начала ну есть есть замечательные я бы так сказал образцы киноискусства которые передают нам дух того времени очень верно это «Их рождение по мукам» и тот же сериал «Абитант его превосходительства» где показана неодномерная ситуация и хотя фильм снят в советское время посвящается борцам за власть советов но люди которые на той стороне там показаны очень симпатично нам, друзья да и в этом в этом не трагедия общества когда когда и там хорошие и тут хорошие а вот они вот и как перепишет в своих работах есть такой был такой вернее философ российский Георгий Федотов он себя назвал христианским социалистом он был антимонархистом он республиканец сам по своей публицист яркий был он не принял большевизм он жил кстати в Латинской Америке не помню в какой-то стране и так до до нашего времени дошли какие-то его работы вот он и пишет что когда власти не хватает ресурсного интеллектуального багажа чтобы создать в обществе атмосферу открытой дискуссии которая бы не перехлестывала и не призывала к еврейским погромам там или к тому чтобы революционеров вешать как повесили брата Владимира Ильича Ульянова вот Александра Ульянова кстати по одному делу с ним проходили братья Пилшуц потом лидеры больше независим так вот Александр Ульянов будучи принципиальным атеистом и человеком гордым на предложение священника написать помилование и гордо отказался и пошел на виселицу на пилшуцкие оказались слабоваты и зато потом значит проявили себя такими русофонами каких еще мир не видуло к сожалению дыр и и и и Продолжение следует...